МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Привет! Как дела? Сегодня я хочу рассказать вам о том, как попасть на Open House London. Это архитектурный фестиваль, который проходит в один из уикендов в середине сентября, ближе к 20-м числам. В этом году фестиваль выпал на 21-22 сентября, где можно посетить огромное количество лондонских зданий и увидеть, как работает тот или иной офис или какая-то арт-студия, или какой-то музей, или какой-то университет изнутри. Сначала информация для новичков. Те, кто ни разу не был на этом фестивале, если вас интересует архитектура, или просто посетить какое-то здание хотели, иногда вход в какое-либо здание платно, или надо забронировать столик в ресторан или еще что-то. А так вот в эти два дня можно увидеть много даже закрытых для публики зданий изнутри. Значит, для того, чтобы найти то или иное здание, которое вас интересует, нужно зайти на сайт под названием openhouselondon.org.uk и найти интересующие вас здания, которые вы хотели бы посетить. Также в любой из публичных библиотек можно приобрести брошюру, где конкретно по районам описаны, какие из зданий в этом году будут представлены, для того, чтобы люди могли ознакомиться с информацией, в какой день, в субботу или в воскресенье, со скольки до скольки здание будет работать, и в какой очередности, или там надо забронировать билет бесплатный, или надо связаться с организаторами этого входа в это здание, или просто прийти и отстоять очередь, то есть условия посещения этого архитектурного сооружения. Достаточно интересные проекты, особенно если вы первый раз посещаете, я думаю, вам всегда будет интересно посетить лондонский огурец, Сант-Мари Билдинг, небоскреб, Скайскрепер, 30, по-моему, Сант-Мари Акс называется адрес. Это лондонский огурец, который знаменит своей такой овальной формой в виде эллипсиса. Также рядом с ним находится очень футуристическое и урбанистическое здание Лойтс. Внутри оно тоже прекрасное и удивительное. Одно из моих любимых зданий, так как я люблю все необычное, дизайнерское, архитектурное, как это сказать, фьючер, и как бы то, что ведет к будущему, к инопланетному, ну вот что-то с этим у меня, такие ассоциации с Делойтс, очень красивое здание тоже. Очень много небоскребов в лондонском сити можно посетить в этот день. Какие-то по очереди, какие-то по броням. Для тех, кто новенький, скажу, что надо приезжать и вставать в очередь в 6-7 часов утра, чтобы попасть туда в середине дня, может быть. Если хотите попасть с утра, с самого утра, то лучше приехать к 5 утра. Это те очереди на популярные здания, как Огурец или Делойтс. В Сити-Холл тоже достаточно интересно, там внутри такая лестница с серпантином, и сверху, когда смотришь на нее, такая улитка получается. По-моему, по субботам он открыт, но надо проверять в буклете. Тоже интересное здание, это здание лондонской мэрии. Очень много разных исторических, творцов, каких-то арт-студий, даже университеты открыты в этот день абсолютно бесплатно. Проверяйте время в буклете или на сайте. Есть еще, кстати, ап, тоже называется Open House London. Все под рукой, вся карта, все, что вы хотите о любом здании, в любой момент, вы можете загрузить этот ап в Google Play и ходить по этому аппликейшн. Кроме того, я бы порекомендовал, ну, наверное, это те, которые уже не раз были на этом фестивале, есть некие моменты, которые можно порекомендовать, то есть бронировать и расставлять приоритеты тех зданий, которые вы точно хотите посетить в этот уикенд, которые, может быть, получатся, может нет. В общем, все сбронировать заранее. Я начинаю это делать буквально с середины июля, потому что некоторые билеты можно найти на Eventbrite. Официально программа выставляется 21 августа, но когда ты заходишь на сайт и забронировать какое-либо здание, 21 августа уже нету никаких билетов. Это очень обидно. И могу сказать, один год я улавливала эти билеты намного раньше, где-то в середине июля я уже бронировала их на Eventbrite. Есть такой веб-сайт eventbrite.com, по-моему, где можно ввести Open House London или любое другое мероприятие, которое вас интересует, и забронировать себе билет. Есть платные, есть бесплатные. На Open House London абсолютно все билеты бесплатные. Кроме того, на официальном сайте Open House London можно поучаствовать в розыгрыше билетов на такие очень редкие сооружения или здания на посещение их. Это BT Tower, главная телебашня Лондона. Это 10 Downing Street, где живет премьер-министр Великобритании. И это, по-моему, The Chart. Заходите на веб-сайт, там написано competition или болот. Болоты очень часто встречаются в Великобритании. Это розыгрыш бесплатных билетов или платных билетов. Так я выигрывала болоты на Wimbledon и еще куда-то ходила. Но на Wimbledon надо платить за билеты, просто у тебя получается билет без очереди. Не надо стоять огромные длинные очереди. Но об этом я потом расскажу. В этом году на розыгрыш билетов представлены все три этих здания. Помимо этого, можно выиграть билеты в Американское посольство, в Bloomberg House и в New Scotland Yard. По-моему, в 2016 или 2017 году открылось новое здание Scotland Yard, которое находится на берегу Темзена, прямо рядом с Биг Беном. Там мы тоже были в том году. Тогда надо было просто забронировать билет, успеть забронировать. И мы попали. Правда, бежали, я помню, с Lancaster Palace. Пытались успеть ко времени. Дело в том, что на все букинги вам дается определенное время. И если у вас есть это время, вам надо прийти на 10-15 минут пораньше этого времени. Потому что пропускают уже в ваше время, там в 13.00 группа уже уходит, и вы остаетесь уже без билета, и в следующую группу вас не пустят. Поэтому вот я и говорю, надо насобирать все эти забронированные, все, что вас интересует, и потом уже распределять, куда получится, куда нет. Куда не получается, желательно скидывать билеты обратно и говорить, извините, у нас не получится, чтобы другие люди имели возможность забронировать эти билеты снова. Так мы были в очень огромном количестве зданий. Я обожаю skyscrapers, то есть небоскребы. Я была в Canary Wharf, Canada Square One. Я была в Tower 42. Это все по букингам. И даже мне удалось попасть в один Blackfriars, один из последних небоскребов, который был открыт в Лондоне в 2018, то есть в прошлом году. Но попала я туда немножечко раньше. Тоже расскажу отдельно об этом здании, как я в него попала в следующей истории. И вообще о всех зданиях, в которых я была на этом фестивале, я буду постепенно рассказывать. Очень много историй, очень много интересных фактов, событий и знаний получаешь на таких вот фестивалях. Желаю вам приятного просмотра фестиваля в этом году и увидимся в следующий раз. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok